Добрый вечер. У нас сегодня тридцать девятый по счету урок по книге Шмот. Мы в середине недельного раздела Торы и Тро. Синайское откровение. Это девятнадцатая глава в самом начале. На третий месяц по выходе сынов Израиля из Египта в этот день они пришли в пустыню Синай. Они двинулись из Рафиди, мы пришли в пустыню Синай и разбили свой стан в пустыне и стал там Израиль лагерем напротив горы. А Муше поднялся к Богу и Господь воззвал к нему с горы, сказав, так скажи дому Якова и говорится нам Израиля, вы видели, что я сделал Египту, а вас я нес на влинных крыльях и принес вас к себе. А теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать союз со мной, то вы будете мне сокровищем среди всех народов, ведь вся земля моя. А вы будете у меня царством священнослужителей и святым народом. Вот эти слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Так Всевышний посылает Муше как посредника в переговорах между собой и между еврейским народом. И что он им предлагает? Он им предлагает заключение союза. Теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать мой союз, то есть в чем состоит союз? Союз, соглашение, договор двух сторон. В нем каждая сторона принимает на себя какие-то определенные обязательства. И обычно еще в договоре предусматриваются санкции в случае невыполнения одной из сторон этих обязательств. Так вот, если вы будете слушаться моего голоса, в этом, очевидно, содержатся обязательства, которые евреи должны на себя принять, и соблюдать мой союз, тогда, а это уже обязательство Всевышнего, вы будете мне сокровищем среди всех народов. Очень тяжело перевести правильно на русский язык то, что сказано здесь в оригинале, вы это говорите. Сгула Миколами, сгула – нечто особое, то, на что у хозяина есть исключительные права пользования. Сгула – дрожайший удел сокровища среди всех народов. То есть устанавливаются особые, особые, очень близкие, интимные отношения между Всевышним и еврейским народом, избранным из всех остальных народов мира. Вот это те обязательства, которые предлагается обеим сторонам взять на себя. Муше – посредник. Вот такой союз. Одна вещь здесь мешает, как минимум, одна. Совсем недавно Всевышний уже заключил союз с еврейским народом несадолго до выхода из Египта, меньше, чем за год. В самом начале недельного раздела в Айра мы читаем так. «Поэтому скажите нам Израиля». Снова Всевышний говорит Муше, управляет его к евреям. «Скажите нам Израиля, я Бог, и выведу вас из подыга египтян, и избавлю вас от служения им». Это очень известный арбол и женотшель геула. Четыре выражения об избавлении, которые лежат в основе пасхального седора. Так вот, я выведу вас из подыга египтян, избавлю вас от служения им, спасу вас великой мощью и страшными карами, и возьму вас себе народом, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Бог, который вывел вас из Египта. И приведу вас в страну, в которую я поклялся дать Аврааму Цхакуяков и так далее. Уже здесь сказано, я возьму вас себе народом. По сути дела, это повторение того, что… Не это повторение, а здесь это сказано в первый раз, а на Синае Всевышний это снова повторяет. «А вы будете мне сокровищем из всех народов, и вся земля моя». Так уже этот союз, он уже был установлен, он уже был заключен. Зачем же нужно было здесь, на Синае, повторять заново заключение этого союза. Вот такой вопрос. Ответ, который дает на этот вопрос «Авьюис и Вдов Соловейчик», в книге «Кольду Дидуфек», вот какой. Посмотрим внимательно на то, как заключался первый союз и второй союз. Есть одно бросающееся в глаза различие. Уже на него намекнули. На Синае мы видим переговоры. Всевышний посылает Моше, как посредника, и говорит, вот скажи им предлагай, и он ждет ответа. И как сказано в дальнейшем, посмотрим дальнейший текст. Как там сказано? «И пришел Моше, и созвал старейшего народа, и изложил им все эти слова, которые Бог заповедовал ему». То есть вот то, что мы сейчас прочитали, что им нужно сказать. «И ответил весь народ вместе, все, что говорил Бог, исполнен. И передал Моше слова народа Богу». Классическая картина переговоров. Есть посредник, который сначала получает предложение от одной стороны, идет к другой стороне, рассказывает им, что им предложено. Эта сторона высказывает, вторая сторона высказывает согласие, и посредник снова бежит к первой стороне, доложите об этом, что они согласны. Переговоры. А там, в Египте, перед исходом были переговоры? Никаких переговоров. Всевышний даже не поинтересовался. Хотят ли порабощенные в Египте евреи выходить на свободу? Хотят ли они превратиться в его народ? Хотят ли они быть избранным? Ну, можно сказать, вопрос, а кто же откажется? Это уж как сказать. Мы видим в дальнейшем. Во-первых, мы знаем, так говорит Медра, что 80% евреев, которые были в Египте, не хотели выходить. Да, там было рабство, да, там было порабощение, все, там было ужасное угнетение и так далее. Но многие устроились вполне неплохо. Даже в условиях лагерей всегда есть возможность для некоторых устроиться нормально. Более того, когда уже рабство и угнетение прекратилось, а произошло это уж прямо на первых стадиях исхода, после первых ударов по Египту, уже власти были парализованы, никто больше евреев на работу не гнал. В этот момент жизнь в Египте вообще стала уже вполне-вполне сносной. страна богатая, жизнь высокого уровня, сверхдержава, и никто не прорабощает, никто не заставляет никого-нибудь на работу. Зачем же выходить и еще становиться избранным особым народом? И потом, может быть, если бы евреев тогда спросили, хотите вы или нет, многие из них подумали бы, а некоторые бы сказали, знаете, что может быть не надо, мы останемся в Египте, вполне-вполне приличные условия, давайте так. А Всевышний не поинтересовался, он сообщил это еврейскому народу в одностороннем порядке. Я, как там сказано, я, 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 я выведу, поэтому скажите нам, Израиль, только сообщи им, не спрашивай, что они думают на эту тему. Я бог, я выведу вас из-под иго-египтяна, избавлю вас от служения им и спасу вас, и возьму вас себе народом, и буду вам богом, и вы узнаете, что я бог, который вывел вас из Египта, и приведу вас в страну, которая поклялся дать оправму цераку Якову. Вот это главное различие. В Египте нет переговоров, Всевышний навязал тот самый Египетский союз, а у Синая есть переговоры. Исходя из этого различия, Авсуловечий говорит, что, в общем-то, это очень-очень напоминает различие между двумя понятиями – судьба и миссия. Что такое судьба? По отношению к судьбе человек пассивен. Он плывет по течению. Судьба, от нее нельзя убежать. Это события, происходящие с человеком против его воли. События не спрашивают, хочет ли человек этого или не хочет. Так случается. Человек по отношению к судьбе пассивен. Он только переживает свою судьбу. В отличие от этого, миссия – это то, что человек выбирает себе сам. На берегах Нила, еще в Египте, был заключен союз еврейской судьбы. Вот тогда-то и родилось это понятие «еврейская судьба». Что оно означает? От судьбы не убежишь. Как там на Руси говорили, от сумы до тюрьмы не зарекайся. Есть вещи, которые не знаешь, будешь ты богатым, будешь ли ты бедным, зарекаться не следует, потому что не от тебя это зависит. Еврейская судьба – это значит невозможность убежать от своего еврейства. Всевышний не ждет, пока еврей его призовет к себе. Он не интересуется, хочет ли еврей быть евреем, хочет ли еврей считать себя евреем, живет ли он как еврей, связан ли он с еврейской общиной. Нет, просто время от времени жизнь заставляет еврея, даже того, кто не хочет жить как еврей, почувствовать себя евреем. Окружающая среда, она требует от еврея вот этой самоидентификации, требует от него признать, что он еврей. И, как говорила пословица в еврейском 19 веке, с одной стороны, тяжело быть евреем, это все знают, евреем быть тяжело, но еще тяжелее еврею быть неевреем. Это уже совсем почти невозможно. Потому что рано или поздно, рано или поздно евреи все время тыкают и напоминают ему, что ты еврей, даже тот, кто очень не хочет быть евреем. А на Синае? На Синае все было по-другому. Потому что там был заключен союз еврейской миссии. Человек рождается, он приходит в этот мир волею судьбы. Аль-Корхиха ата нолад. Человек рождается, его не спрашивают, хотел бы он родиться или нет. Приходит время, и он рождается. Аль-Корхиха ата мет. Нет, уходит он из этой жизни тоже, не по своей воле. Его не спрашивают, хочет ли он умереть или нет. Приходит время, и он умирает, уходит из этой жизни. Но между этими двумя точками, между рождением и смертью, которые никак не зависят от человека, человек в состоянии выбрать себе путь. Что он будет делать в этой жизни? Жизнь дана ему, и жизнь отбирается у него без его согласия. Но на что он эту жизнь, между этими двумя точками, на что он ее употребит, чему он ее посвятит, это его выбор. Человек, который живет в свое время во имя миссии, это человек не пассивный. Он может плыть против течения. Он выбирает, он пользуется данными ему свыше выбором, для того, чтобы посвятить свою жизнь каким-то определенным целям, ценностям, которые он себе выбрал. И вот именно это было предложено на Синае. Хотите ли вы быть вот таким моим особым народом? Это то, что Всевышний спросил. Он не навязал, потому что миссию навязать невозможно. Судьба навязывается. Миссию навязать невозможно. Каждый выбирает, принять это на себя или не принять. И в чем стояла эта миссия? Всевышний не объясняет здесь подробно, что речь идет про принятие Тора и Западного. Все это будет в дальнейшем. А сейчас он говорит только в общих словах. В общем, похоже на то, как человеку предлагают работу. Не хочешь ли ты поработать у нас? А что нужно делать? Ну, работать. А что? Это мы потом дальше объясним. В общем, работать. Скажи, да или нет. Это то, что было здесь. Была сказана только одна не очень понятная фраза. «Ватэмти юли ма млехет куанин вегой кадоши» «А вы будете мне, царством священнослужителей и святым народом». В общем, царством священнослужителей. Не имеется в виду, что весь народ будет священниками. Да и как это может быть? И что означает тогда народ святой? Имеется в виду следующее. Тора, которая будет предложена в дальнейшем, уже не предложена, она уже будет дана после того, как уже выбрали и сказали, что все, что Бог нам говорит, все это мы сделаем. До этого было все добровольно. А после этого, как мы знаем, было уже принуждение. Это как человек, который добровольно пошел в армию. Он добровольно пошел в армию, но с того момента, как его в армию забрали, с этого момента он уже обязан. Теперь он же не может на третий день пребывания в армии сказать, что мне вообще-то надоело здесь, я пошел, я вставать не буду, потому что я вольно определяюся, поэтому все. Сначала было, сначала было добровольно, а теперь уже есть обязанность, поэтому в дальнейшем Тора уже была дана с принуждением. Но то, что будет дано в Торе, это заповеди, заповеди очень много, заповеди, которые касаются каждой стороны человеческой жизни. Все, что человек делает, ест ли он, спит ли он, работает ли он, учится ли он, молится ли он, пашет ли он землю, занимается ли научной работой, разговаривает он с другими людьми, воспитывает своих детей, общается с женой. Что бы человек ни делал, абсолютно все, все области его действия, они каким-то образом регулируются заповедями Торы. Получается, что вся жизнь человека, она вся входит в рамки служения. Нет такой области, в которой человек может сказать, вот это, как это там было, Богу Богову, а Кесару Кесареву, вот до сих пор это Божье, а вот здесь уже, это уже мое, здесь я вот, такой области нет. Поэтому человек, входящий в еврейский народ и принимающий на себя миссию Тора, он по сути своей, он служитель, потому что вся его жизнь служения. Это не так, как существует в других местах разделение на мир и клир. Есть мир, с которым живут мирской жизнью, есть священники, клир, которые занимаются служением Богу. Нет. Нет, каждый человек должен быть служителем Богу. Мамлехет Куаним. Царство священника. Вегой Кадош. Кой Кадош – святой народ. Что означает святой? Простое значение этого – посвященный, то есть тот, который посвятил свою жизнь служению Богу. Вот какая миссия была здесь предложена еврейскому народу. И ее на себя приняли. Так и получается, что каждый из нас, каждый из евреев, он с одной стороны, он еврей по принуждению. Он не может убежать от своего еврейства. Еврейство гонится за ним по пятам, и нет возможности у еврея превратиться в нееврея, потому что нееврейское окружение постоянно будет ему тыкать, постоянно будет ему напоминать, что он еврей. Но будучи евреем по принуждению, захочет ли человек и жить, как еврей по убеждению, жить по тем, ради той роли, ради той миссии, которая была предложена ему на Синае, быть царством священников и святым народом – это уже вопрос, который каждый мешает сам. Затянуть в этот союз, навязать этот второй Синаевский союз человеку невозможно. Можно только его предложить, а он уже либо возьмет, либо не возьмет. Итак, пришел и пришел Муше и созвал старейшего народа и изложил им все эти слова, то есть все то, что Всевышний предложил, это предложение его, которое Бог заповедовал. Иными словами, Муше пришел и сказал, вот это то, что я вам передаю, то, что я сейчас говорю, это слова Всевышнего, примите сегодня решение, решайте, хотите вы быть сгула, хотите ли вы быть дорожайшим уделом его сокровищем среди народов или нет. И поэтому они ответили, все, что сказал Бог, сделаем. Причем сказано, как и ответил весь народ вместе, подчеркивается, весь народ вместе, все, что говорил Бог, исполним. Хотя, по идее, Муше написано, и призвал Муше, и созвал старейшего народа, и изложил им все эти слова, он не излагал это всему народу, не было предусмотрено, очевидно, народные вещи, он говорил со старейшинами, предлагал им, правда, предлагал он это им в присутствии всего народа, в присутствии всей общины, потому что заповедано это ему было, как Всевышний сказал, так говори с домом Якова, и так скажи сынам Израиля. То есть, хотя он говорит со старейшинами, но так, что вся община слушает. По идее, если он говорит со старейшинами, то можно было бы ожидать, что старейшины ответят, принимают ли они предложение или нет. Однако народ не ждет старейшин, не стал дожидаться их решения, а сразу и ответил весь народ вместе, все, что говорил Бог, исполни. И передал Муше слова народа Богу. И сказал Бог Муше, если уже есть согласие, теперь Всевышний объясняет, что будет во время церемонии подписания этого договора, как будет заключаться церемония. Я приду к тебе в гуще облака, чтобы народ слышал, как я буду говорить с тобой. И тебе так же поверят навсегда. То есть, происходить это будет так. Я буду говорить с тобой, народ будет это слышать, и результат довольно странный. Так же и в тебя поверят навеки. Почему странно? Две вещи странные. Во-первых, когда во фразе есть слово «так же», то это слово всегда приносит что-то дополнительное, добавочное, то, что не сказано раньше. Значит, так же и в тебя, значит, имеется в виду, есть еще во что-то поверят, а во что еще – неясно. Ража говорит здесь, так же и тебе, а кому еще будут верить, имеется в виду пророкам, которые придут после тебя, тебе на основе, будущим пророкам. Не совсем ясно, каким образом из того, что Всевышний будет говорить с Моше, будут верить и другим пророкам, что они на самом деле пророки, то и что они тоже общались со Всевышним. И самое это главное. Если цель Синайского откровения, которая здесь указана, это в том, чтобы люди поверили Моше, что он действительно посланник от Всевышнего, то, казалось бы, эта цель давным-давно была достигнута. Сразу после рассечения моря Тора говорит так. «И устрашился Бог, устрашился народ Бога, и уверовали они в Бога и в Моше, его служителя, его слугу». После того, как увидели рассечение моря, после того, как увидели, как прошли по дну моря, как по суше, после того, как увидели своими глазами, как египтяне утонули в море, после этого вполне естественные последствия в Ямину Гашиму, в Моше Авду, и поверили они и в Бога, теперь больше сомнений нет, и в Моше, что он его посланник. Ну, если так, то зачем же нужно в дальнейшем еще Синайское откровение? Для чего? И цель его какая? Не в том, чтобы дать законы Торы. Это не сказано здесь. Сказано здесь, я приду к тебе в облако, я бы ждал, чтобы было сказано, я приду к тебе в облако, чтобы дать тебе заповеди и законы. Нет. Я приду к тебе в гуще облака, чтобы народ слышал, как я буду говорить с тобой, и тебе так же поверят навсегда. Но уже поверили. Зачем же выламывать руки тем, кто уже давным-давно согласился и все, совсем уже согласен, и все, все уже верят, и в Моше верят, и в Моше верят, и в Моше посланник Всевышний, о чём же речь? Вот этот вопрос задают практически все крупные комментаторы из Ришуним, из первых поколений комментаторов. Начнём, посмотрим их ответы, и начнём мы с Раби Юда Аливи в Кузари. Пишет он так, «Сказал Раби, хотя при виде этих чудес, чудес исхода из Египта и рассечения моря, народ поверил в посланничество Муше». Действительно верили, что Муше не было, они поверили в то, что и не было у них сомнения, что Муше – посланник Бога. «В душах людей осталось сомнение, мог ли Бог говорить с человеком». В чём сомнение? Сомнение здесь вот какое. Что значит говорит? Если кто-то говорит с человеком, значит, человек это слышит. Значит, что он человек слышит? Это он воспринимает звуковые волны, которые доходят до его уха. У этих звуковых волн должен быть источник. Это источник материальный. Что порождает звуковые волны? Колебания. Какой-то материальный источник. Мои голосовые связки, например. Или барабан в свадебном зале, от которого нужно затыкать уши, чтобы не оглохнуть окончательно. Что-нибудь такое. А здесь речь идёт о том, что Всевышний говорит. Но для того, чтобы говорить, для того, чтобы порождать эти колебания, нужно быть материальным. Всевышний же абсолютно не материальный. Как? Каким образом тот, кто абсолютно нематериален, приводит к материальным цепочкам, приводит к такому материальному совершенно явлению, как речь? Вот что люди не понимали. Стоп, стоп, стоп. Но ведь если люди поверили в то, что Моше посланник Всевышнего, то как же он может быть его посланником без того, что Всевышний ему что-нибудь говорит? Это не так сложно. Продолжает дальше. Да, и ещё. А если есть какое-то сомнение в этом, то откуда же все эти чудеса, которые творил Моше? Он же, наверное, их, если он творил, это, наверное, только потому, что Всевышний сказал ему, что такое-то чудо возможно, и сделай так, и сделай так. Как мы на самом деле знаем историю, все 10 ударов по Египту Всевышний сначала сказал Моше, что ему нужно сделать, и что в результате получится. Вот ты возьми пыль, подкинь её до небес, и будет. Ты наведи посох на воду, и тогда произойдёт чудо, вода превратится в кровь. Так если люди сомневались в том, что Бог может общаться с человеком, то каким образом тогда происходили все эти чудеса? Продолжает Рбюда Аливий, можно было подумать, что Тора – это идея и замыслы человека, которым Бог даёт свою помощь и поддержку. То есть, Моше послание Всевышнего, да, конечно. А чудеса кто творит? Моше творит чудеса, потому что он хотел доказать фараону, что он может, что он умеет, и чтобы тот отпустил. Да, ну а хорошо, он может наводить сколько угодно раз посох на воду, и что? А Всевышний ему помогает, поскольку он его избранник. И если Моше уже пообещал, что сейчас вода превратится в кровь, Всевышний же не выставит его на посмешище, превратит воду в кровь. Хотите, в майонез, в майонез, что угодно. Потому что он… Можно было подумать, что Тора – это идея и замыслы человека, которым Бог даёт свою помощь и поддержку. Бог даёт свою помощь и поддержку Моше, да. Но самое-то главное. Самое-то главное вот в чём. Если Всевышний не говорит с Моше, а только поддерживает его и помогает ему и ради него устраивает чудеса, то стало быть всё, что потом Моше придёт и скажет «Бог вам повелел». Рано утром вставайте, идите в синагогу на молитву, надевайте тфилин, в субботу не работайте, ветчину не ешьте и так далее, и так далее. А это откуда? А это его идея. Заповеди, законы. Моше придумал. То есть, с таким мировоззрением, в котором люди верят, а, в Бога, б, верят в то, что Моше – посланник Всевышнего, но не верят в то, что между ними может быть общение, разговор, то с таким мировоззрением далеко не уйдёшь. Самое главное, на Синае действительно… Для чего пришли на Синае? Чтобы Тору получать. Но Тору-то таким образом получат не как Тора Аташем, не получат как закон Бога, а получат её как закон Моше. Моисеев закон. Ну и это совсем не то, что Всевышний… Совсем-совсем не то, что Всевышний понимал. Вот какая была проблема. Им трудно было признать, продаваясь Рабью до Аливи, что речь можно отнести к кому-либо, кроме человека, ибо речь – физическое явление, как мы уже объясняли. Желая… Ну, а теперь как Всевышний, каким образом Синайское откровение должно было решить вот эту самую проблему? Проблему непонимания, как может происходить стыковка между совершенно нематериальным, духовным, как мы называем, и физическим. Желая очистить сердца от сомнения, Бог поверил им осветиться внутренне и внешне, воздержаться от близости с жёнами, приготовиться к тому, чтобы услышать его. Осветив себя, народ достиг ступени, свойственной пророком. Кто такой пророк? Пророк – это и есть человек, который, по крайней мере, утверждает, что он общается с Богом. Пророк – это не гадалка, это не провидец, не тот, кто предсказывает будущее. Пророк – это тот, кто утверждает, что он общается с Богом. Так вот, для того, чтобы такое пережить, нужно к этому подготовиться. Вот были даны определённые стадии подготовки. Так что все были способны непосредственно слышать божественное слово. И это произошло через три дня. Его явлению предшествовали великие знамения, молнии, громы и пламя, охватившие Зинаийскую гору. Народ принял десять заповедей не от человека и не от пророка. Заповеди были даны ему Богом. Однако народ не мог подобному ше непосредственно созерцать столь великие явления. Но начиная с этого дня, народ поверил, что всё, что говорит муше, исходит от Бога. То есть, в какой-то момент еврейский народ, как мы будем читать и дальше по тексту, спросил, всё, больше не надо, мы не хотим, мы не можем больше. Теперь ты уже говори с нами. Мы уже убедились. С этого момента больше не надо. Мы не можем больше непосредственно общаться с Богом. Ты будешь непосредственно общаться с Богом, а нам ты расскажешь. А мы тебе уже поверим. Почему? Потому что мы сами это пережили. Но начиная с этого дня, народ поверил, что всё, что говорит муше, исходит от Бога, что речению Бога не предшествуют его собственные мысли и суждения, и что пророчество ничего общего не имеет с тем, что утверждают философы. Как Всевышний решил проблему, которая была у евреев? Он не стал им объяснять, каким образом можно разрешить вот этот самый парадокс, кстати, это называется в философии the body-mind problem, то есть парадокс сочетания физического и духовного. Каким образом? Ведь на самом деле этот парадокс существует не только на уровне того, что у меня есть вопрос, как Бог общается с человеком. На самом-то деле, говорит философ, у нас есть вопрос, каким образом мои связки голосовые, весь мой речевой аппарат материальный знает, что моя абсолютно нематериальная мысль хочет сказать. Я думаю что-то, я в состоянии это сказать. Говорю я это материальными органами речи. А как материальные органы речи знают то, каким образом мысль абсолютно нематериальная передаётся. Как в материальном мире всё передаётся, мы знаем. Есть импульсы, химические, электрические, которые переходят, пошло, понесло. Замечательно. А каким образом мысль, которая абсолютно-абсолютно нематериальная передаётся им? Ответ не знаем. Но в своей способности говорить ни разу не сомневались. Мы знаем, что если мы захотим сказать, то скажем, если только слова найдём. И это то, что Всевышний продемонстрировал еврейскому народу на Синае. Объяснять вам, не будем объяснять, философскую лекцию читать не будем. Почему? Скажет в скобочках, потому что действительно эта парадокс, эта проблема неразрешима. Вот это вот с body-mind проблем, то есть психофизическая проблема, она неразрешима. Объяснить невозможно. Но зато факт, факт можно пережить. Каким образом? Они не знали, может ли быть так, что Всевышний говорит с муше, что в муше слышат обращённые к нему слова. Замечательно. А теперь слушайте вы сами, вы сами слышите, слышите. Вопросы есть, вопросов больше нет. С этого момента больше нам ничего не нужно, теперь ты говори с нами. В этот момент, в тот момент, когда мы пережили сами и сами слышали слова Всевышнего, обращённые к нам, больше нам никаких убеждений не нужно. Итак, резюмируя, то, что объясняет здесь Рабио да Аливи, было достигнуто при исходе из Египта и рассечения моря, было достигнуто вера и в Бога, и в то, что муше его посланник, но не было ещё веры в третий важный момент, возможность прямого контакта человека с Богом, в пророчестве. Нужно сказать, что приблизительно так же объясняет, отвечает на этот вопрос друг Рабио да Аливи, известный очень комментатор и поэт Рабио Авраам Ибнезра. Он тоже, его комментарий, читаем его уже в изложении Рамбана, Рабио Авраам Ибнезра писал, что среди евреев были люди, у которых были сомнения по поводу пророчества. Ведь хотя и говорит Писание, и поверили в Бога и в муше его раба, то, что было на море, так там говорится только «и увидел Израиль», но не говорится «весь Израиль». То есть то, что объясняет Ибнезра, он добавляет ещё одну деталь, которая не высказана в Кузари. Да, действительно, весь народ тогда увидел, не имеется виду, не весь народ. Написано там «и увидел народ, и затрепетал народ». Не сказано «весь народ». Стало быть, были такие, не все, но были такие, которые не верили в пророчество. Именно так нужно понимать сказанное ему. В этот день мы видели, что говорит Бог с человеком, и тот остаётся жив. Это то, что еврейский народ говорит, в конце того великого дня, когда состоялось Имаевское откровение. Теперь мы уже видели, что человек действительно в состоянии слушать Всевышнего. В этом была цель. И это неверно. Так, Рамбан, он входит в спор здесь с Ибнезрой, но, безусловно, его слова – это возражение и Кузари тоже. Это неверно, поскольку потомство Авраама никогда не сомневалось в пророчестве. «Не может такого быть, чтобы еврейский народ сомневался в пророчестве, но приняло веру от него от своих отцов». То есть, философское, не философское, не знаем, но еврейский народ хорошо знал, что пророчество существует, прежде всего потому, что працы нашего народа были пророками. И Авраам, Ицхак, и Яков, они общались со Всевышним. Значит, возможность этого явления была известна по традиции. Почему вдруг их потомки начнут в этом сомневаться? «И Писание уже сказано, и поверил в народ, и принял, и поверил в Бога, и в муж, и его раба». А может быть, что, как говорит Ибнезр, может быть, не все поверили, но только в конечном итоге, почему? Потому что там не сказано «и увидел весь народ, а увидел только народ». Вот так и везде не сказано, чтобы слышал весь народ. Сказано, слышал народ. Мне же представляется верным. Как же все-таки по-другому ответить на этот вопрос? Что слова «вот я прихожу к тебе» означают, что ты должен войти в густую тьму для того, чтобы народ мог слышать, как я говорю, и таким образом они станут сами моими пророками. Им не придется верить услышанному с чужих уст. То есть пока что вроде бы все, что он пишет, очень похоже на то, что говорит и Кузарий Ибнезр. В чем тогда различие? Что Всевышний хочет, чтобы они действительно испытали вот это вот самое явление пророчества? Пусть они сами станут хотя бы на пять минут пророками. И Писание говорит об этом, как сказал Бог, когда сказал Бог мне, «собери ко мне народ, и я сообщу им мои слова, чтобы они научились трепетать передо мной все дни. И также в тебя поверят навсегда, что значит навечно, во всех поколениях. И если встанет среди их пророк или сновидец», здесь он цитирует стих из книги «Двори», «и выступить против твоих слов, они немедленно опровергнут его, поскольку уже видели собственными глазами и слышали собственными ушами, что ты достиг самой высшей ступени пророчества». Пророк пророку рознь. Есть обычные пророки. Как Те Тор объясняет уже в книге Бамидба, обычный пророк, он в состоянии общаться с Богом, но это общение нельзя назвать непосредственно. Оно опосредованное. Это общение происходит обычно во сне, когда у человека полностью не работает ни сознание его, ни органы чувств. И общение это происходит через воображение, то есть есть пророческие видения, которые приходят во сне. Не обычный сон, а это особая пророческая дрема, и приходят особые пророческие сны. Так это происходит с обычными пророками. Потом уже пробудившись, выйдя из этого состояния, пророк вспоминает, что же ему было сказано, что было ему показано в этих видениях, пытается это понять, интерпретировать и так далее. И это тоже пророчество. Такими пророками были известные пророки Ишаяу, Иермияу. Но Мушей это совсем другое. «Пель пей да бербо» – устами к устам Всевышний говорил непосредственно, непосредственный контакт. Совсем-совсем-совсем другое. Это происходило наяву, не во сне. Вот подобную вещь, каким образом можно было знать, что Мушей возвышается над всеми остальными пророками именно в этом, что с ним есть непосредственный контакт? В этом можно было убедиться, опять же, евреям только самими хотя бы на пять минут став такими пророками, как Мушей. То есть, в самом пророчестве, в том, что существует пророчество, евреи не сомневались, оно было известно им, это явление ещё от прадца. Есть пророчество. Какое? Обычное. Когда Бог общается с человеком, как написано про Авраама, что напала на него дрема в Брит-бен-Абит-Арим, когда с ним заключался Всевышний Союз, напала на него дрема, и вот во сне он слышит обрещённые к нему слова и так далее. Да, такое пророчество есть, в нём никто не сомневался. Но что может быть пророчество совершенно другого характера, когда Всевышний непосредственно общается с пророком? Ни ночью, ни в видениях. ПЛП, устами к уста. Вот этого люди не знали. И вы этого представить себе не могли. А именно таким пророчеством, непосредственным, без всякого участия самого пророка в воспоминаниях, в интерпретации, именно таким пророчеством должна была прийти Тора. Вот этого вот люди не знали. В этом им нужно было убедиться. И убедились. Результат этого, говорит Рамбан, что теперь, если в дальнейшем придёт какой-то пророк, и Тора предсказывает, что такое может быть, придёт пророк, который скажет, знаете, я общался с Богом, я вам сейчас это докажу, кстати. Если вы не верите мне, пожалуйста, я вам сделаю какие-нибудь чудеса. Воду в вино превратить? Пожалуйста, скажите, какое вино, Каберне, Мерло, какого года. Всё, пожалуйста. Ходить по воде? Тоже умею. Там ещё что-нибудь? Пожалуйста. Я пророк. Так вот, поскольку я пророк, Бог мне сказал во сне, что соблюдать такую-то заповедь, например, не нужно. Не нужно больше соблюдать заповедь о пасхальной маце. Всё. А вместо неё будет другая заповедь какая-нибудь. И что мы тогда будем делать? Один пророк пришёл и сказал нам, что нужно в пасх есть мацу, а через 1500 лет приходит другой пророк и говорит, не надо есть мацу в пасхах. И тут же всё. Всевышний отменил эту заповедь. Всё, больше не надо. Кого нам слушать? Может быть, смотреть, кто из них больше чудеса умел делать? А, может, я останавливал солнце? Не останавливал солнце? Ещё останавливал солнце? А этот по воде ходил или воду в вино превращал и так далее? Не-не-не, говорит Рамбат, теперь нам ничего этого не нужно. Да потому что в тот момент, когда еврейский народ стоял на горе Синаи, все убедились в том, что пророчество мужа – это совершенно другая ступень, это необычное пророчество. Это стоит намного-намного выше любого другого пророчества, поэтому ни один другой пророк попросту состязаться с ним не может. И дело здесь не в чудесах, которые сопровождали это, не в каком-то таком умении предвидеть что-то и делать что-то, а просто в непосредственном контакте. А то, что непосредственный контакт такой может быть, весь еврейский народ хотя бы на несколько минут убедился в этом на своём собственном примере, то есть сами пережили этот контакт. Конечно же, дальше продолжать не могли. Но они уже теперь знали, что такое есть. И поэтому, если в дальнейшем придёт какой бы то ни был пророк и попытается отрицать то, что мы получили через мыше в Торе, то мы, естественно, ему верить не станем, потому что это совершенно, говоря современным языком, совершенно другая лига. Так объясняет Рамба. Вот у нас есть уже второй ответ. А теперь третий ответ Рамба пишет так. «Народ Израиля поверил в пророчество Муше не из-за знамений, которые тот делал». С самого начала очень странное утверждение. Но ведь тот сказал, что именно в результате исхода из Египта и поверил народ в Бога и в Муше его посланника. Рамба говорит, что не из-за знамений, не из-за чудес и не из-за знамений. Почему? Ведь у того, кто верит на основании знамений, остаётся в сердце сомнение, потому что знамения можно совершить при помощи колдовства. То есть, вера, основанная на чуде, которое человек увидел, это вера ущербная. Человек верит на 97%, значит, на 99%. Если человек стоит и наблюдает, как вода в реке Нил превращается в кровь, а земля превращается в мошек, как приходят стада невероятные, зверей нападают на Египет, как невероятный град рянулся на Египет, а потом застыл где-то там, как море рассеклось. Ну, может такое быть случайно? Нет, не может быть. Совсем нет. Почти нет. На 99% это чудо. Ну, на 99%. А хотя бы на 1% червячок сомнения всегда остаётся. А может быть, это и там по поводу моря тоже. Ветер там был восточный, который всё время сильно дул. Это, конечно, очень маловероятно. Вероятность подобного рода, объяснение подобного рода, вероятность их одна миллионная, триллионная, нет. Но она есть. Поэтому человек верит на 99%. Ну, и что, разве это плохо? Плохо, это не называется вера. Вера – это либо верить, либо не верить. Нельзя почти верить. Либо человек верит, либо человек не верит. И если не хватает ему 1%, то это не вера. Потому что в тот момент, когда у человека всё хорошо, ему, конечно, хватает и 99% тоже. Но как только человек сталкивается с непонятными вещами, с непонятными событиями, с трудностями в своей жизни, с кризисами, которые происходят, вот здесь червячок сомнения поднимает голову и говорит – стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. А кто сказал, что на самом деле было так? А может быть, это всё колдовство, чародейство, ещё как-нибудь, гипноз, извержение вулкана там было, ещё что-нибудь, разлив, отлив, прилив. Сколько такой макулатуры, сколько книг, которые пытаются объяснить, все чудеса исхода из Египта естественным образом написаны. Да, верно, да, они выглядят смешно, они выглядят наивно, но посеять сомнения не могут, хотя бы на долю процента могут. Это уже не то. Паша задача – если так, если чудо само по себе ничего не доказывает. И проблема в любом чуде именно в том, что для того, чтобы признать это чудо, человек сам должен сделать этот вывод. То есть, когда он видит, море рассекается, он может себя спросить – такое может произойти само по себе? И ответить себе – невозможно, это значит свыше. Но ведь если человек, если у него есть хоть какая-то, именно из-за этого, что он здесь активен в этом, вот отсюда-то и возникает тот самый доля процента сомнения, от которой человек не может избавиться при таком косвенном доказательстве. Тогда зачем Всевышний, тогда зачем Всевышний через мушет творил все эти самые чудеса. А все чудеса, которые Мушей вил в пустыне, обратите внимание, что Рамба мне пишет про чудеса в Египте. Чудеса в Египте нужно было прежде всего для того, чтобы убедить фараона, для того, чтобы… В общем, для того, чтобы выйти из Египта вполне хватало бы 80-90-95 процентов уверенности. На этом тоже можно было выйти в Египте, но не дальше. А все, что было в пустыне. А все чудеса, которые Мушей вил в пустыне, были сделаны по необходимости, но не для того, чтобы доказать, что он пророк. Нужно было уничтожить египтян. Была совершенно ужасная ситуация. Египтяне настигли евреев в ущелье, им некуда бежать. Справа и слева горы, скалы, сзади конница египтян, а впереди море. Ну, что можно сделать? Нет другого выхода. Расек море и утопил египтян огню. Вот решение проблемы. А не для того, чтобы показать кому-то свою силу, продемонстрировать свою мощь. Не для этого. Когда мы нуждались в пище, спустил нас маг. Невозможно было прокормить 2,5-3 миллиона евреев другим способом. Насколько бы ни кати туда провизий, не хватит в пустыне. Невозможно. Третья египетская армия в 73-м году насчитывала всего 70 тысяч человек. И то они 3 недели продержались, через 3 недели у них кончилось еда и питье. А здесь 2,5 миллиона нужно держать в Кипской пустыне, в Синайской пустыне. Поэтому Всевышний спускал норман. Просто другого способа обеспечить пищу не было. С водой то же самое. Когда мы жаждали, добыл воду из камня. Когда против него восстало общество короха, их поглотила земля. И так все остальные чудеса. То есть это были решения почти неразрешимых вопросов. Поэтому это были чудеса. Ну а когда же народ поверил в Маше? Во время Синайского откровения. А что там такое было в Синайском откровении? А что там были чудеса более впечатляющие, чем в Египте или чем… Нет, никаких там чудес не было. А что там было? Когда наши собственные глаза видели, они чужие. Вот что там было. Никакие не чудеса. Там был непосредственный контакт. То есть, если я говорю с каким-то человеком лицом к лицу, а я задам себе вопрос, а действительно ли я с ним говорю, мне нужно приводить какие-то доказательства? Нет. У меня не происходит в сознании процесс… Ага, передо мной стоит человек среднего роста, с небольшой бородкой, рыжеватый, очень похож на… Ай, да, наверное, он, значит, я с ним говорю. Такого нет. Человек, если с кем-то говорит непосредственно, он не нуждается в доказательствах. Более того, если я с кем-то говорю, и сейчас придет мне человек и скажет, тебе только кажется, что ты с ним говоришь, а на самом деле ты с ним не говоришь. На самом деле происходит оптический обман. Или тебе так кажется? Ты на самом деле спишь, и ты вообще находишься в другом месте, лежишь на правом боку под одеялом, и тебе снится, что… Что за ерунда? Не, ну я тебе сейчас докажу, что это… Сколько бы ты мне ни доказывал, если я сейчас человеком говорю непосредственно, значит, я с ним говорю. У меня нет сомнения в его существовании, как у меня нет сомнения в своем существовании. Кто-нибудь из нас пытается доказать самому себе, что он существует? Мы в этом не нуждаемся. Мы это воспринимаем непосредственно. Вот при таком непосредственном восприятии это не на 99%, это на все 100%. Потому что здесь нет косвенного доказательства того, что происходит. А здесь непосредственный контакт. Это то, что было на Синае. Когда же народ поверил Моше во время Синайского откровения? Когда наши собственные глаза видели, а не чужие? Наши собственные уши слышали, а не кто-то пересказал нам. Тот огонь и те голоса языки пламени, он подходит к туманному облаку и голос говорит с ней. Мы это сами слышим. И мы слышим, Моше, Моше, иди, скажи им так-то и так-то. И так же сказано, лицом к лицу говорил Бог с вами. И еще сказано, не с отцами нашими заключил Бог этот союз, а с нами. И откуда же видно, что Синайское откровение было несомненным доказательством истинности его пророчества? Из того, что сказано, тот самый стих, который мы сейчас читаем. Вот я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой. И в тебя они так же поверят навсегда. Отсюда ясно. Если здесь нужно было сказать «и в тебя они так же поверят навсегда», значит, до этого момента веры не было. Отсюда ясно, что до того верили в него не абсолютной верой. Если здесь сказано «поверят», значит, до сих пор не поверят. До сих пор они не верили, тоже не верят. Но ведь сказано сказано на берегу моря, в Ямину Башему, в Моше Авдо, и поверили они в Бога и в Моше Его посланника. Значит, была вера, но вера вере рознь. Как говорит Рамбам, отсюда ясно, что до того они верили в него не абсолютной верой, а такой, который оставляет место сомнений. На 90% верили, да, конечно, может быть, даже больше, и на 99%, выйдя из Египта и наблюдая рассечение моря на все 99%, но не на 100%. Не может быть так, чтобы при созерцании чудес и при подобного рода косвенных доказательств, которые человек должен сделать умозаключение, чтобы была 100% вера, всегда червячок сомнения остается. А вот после Синая это уже 100%. Так как мы убеждены в своем собственном существовании. Если кто-то не убежден, если кто-то на 99% уверен в том, что он существует, а на 1% у него есть сомнения, может быть, он все-таки не существует, а он сам себе снится, то ему нужно обратиться за помощью к специалистам. Таким образом, те, кому он был послан, те, кому был послан Муши, сами стали свидетелями истинности его пророчества. Им не нужно было делать дополнительное знамение. Муши не должен был им доказывать, что он действительно пророк, да потому что они сами переживали это. Они сами с ним непосредственно общались, они слышали от него разговор. Ведь они и он подобны двум свидетелям. Всевышний говорил с кем? С Мушей говорил и с ними он говорил. Нужно ли Мушей было доказывать им, что Всевышний с ним говорит? Нет. На что это похоже? Это подобно двум свидетелям, которые видели вместе одно и то же. Два свидетеля приходят в суд. Каждый из них подтверждает истинность слов товарища, и ни один из них не должен приводить, доказать к истинности слов. Должно быть два свидетеля, меньше нет. Два свидетеля приходят и говорят, они видели, как господин Рабинович одолжил своему приятелю 100 долларов. Каждый из них подтверждает слова другого. Стоп, 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 стоп. А твой товарищ, спросим на одного свидетеля, он доказал тебе, что он действительно это видел? Конечно, нет. А зачем нужно доказывать? Он же видел то, что и я видел, и я видел то, что он видел. Мы не нуждаемся в том, как два свидетеля, чтобы доказывать друг другу, что мы действительно видели то, что ты тоже видел. То же самое и здесь. Муше не нужно было доказывать евреям, что он слышит слова Бога. Почему? Потому что евреи тоже их слышали. Так и Муше. Ведь весь еврейский народ стал его свидетелем после Синайского откровения. Ему не нужно было делать им знамения, чудеса какие-то творить. Поэтому в начале его пророчества, когда Всевышний дал ему знамения, которое нужно было сделать в Египте, Рамб разрешает здесь еще одно несоответствие, еще одно сложное место в Туре. Когда впервые Всевышний является Муше, посылает его в Египет. Тот не очень неохотно принимает эту миссию. Почему? Всевышний говорит ему, будешь творить, вот тебе такие-то знамения, чудеса будешь творить. Пока же им, как палка превращается в змею, змея обратно в посох. Почему? Потому что Муше знал, что у того, кто верит на основании знамений, остается место для сомнения и раздумий. И отказывался идти, говорят, но они мне не поверят. Так Пуши отвечает Всевышнему. Но они мне не поверят. Чуть, значит, не поверят. Если Всевышний тебе говорит, вот тебе чудеса делай, они тебе поверят, что ты с ним споришь, а ты говоришь ему, нет, не поверят. Имеется в виду, они поверят, но не на все сто. Они поверят, да, сказал, ну здорово. Если посох превратился в змею, скорее всего, это чудо свыше. Скорее всего. Если, конечно, только Муши Рабейн он не учился в цирковом училище или еще какими-нибудь образами. Маловероятно, конечно, смешно немножко, наивно, но возможно. И стопроцентно это. Поэтому Муши отказывался, он не хотел. Пока Всевышний не сообщил ему, когда Муши прекратил спорить, когда тот сказал ему, что все эти знамения со змеями, с водой, которая превращается в кровь и так далее, они все должны будут быть, они все будут тебе необходимы только на первой стадии, до исхода из Египта. А потом, когда уже выйдете из Египта, в момент Синайского откровения, все раздумья исчезнут. Тогда Творец сказал, каким образом он ему это сообщил, я дам тебе такое знамение, чтобы они убедились, что я на самом деле послал тебе с самого начала. И тогда у них уже не останется сомнений. И об этом написано. И это будет тебе знаком, что я послал тебя. Что будет тебе знаком? Что будет тебе доказательством? Когда ты выведешь народ из Египта, то вы будете служить Всевышнему на этой горе. Этот диалог происходил у горы Синай. И то, что Всевышний сказал, после того, как вы выходите из Египта, вы приходите сюда, обратно к Синай. И что здесь будет? Будем здесь показывать чудеса? Не, не будем показывать чудеса. Под непосредственное общение. И тогда мужик прекратил спорить. Если так, тогда будет на все сто. Получается, что любому пророку после Мушеми верен не только на основании знамения, так что можно было бы сказать, если сделай знамение, будем слушаться его во всем. На самом деле, действительно, человек, который утверждает, что он пророк. Мы спросим у него, а ты можешь, так Аллаха требует, закон требует, нужно устроить ему экзамен. Какой экзамен? Предскажи будущее, но чтобы сбылось на все сто. Или не можешь предсказать будущее, хотя бы сотвори чудо. Здесь что-нибудь такое. Чудо сотворил, мы его держим за пророка. Он бахискат на вид, держим за пророка. Значит ли это, что мы уверены в том, что он пророк? Говорит, Рамбам, нет. Но просто закон обязывает нас к тому человеку, который утверждает, что он пророк, и может совершить чудо, относиться к нему, как к пророку. На что это похоже, говорит Рамбам? На то, что закон обязывает нас верить двум свидетелям. Пришли два свидетеля и показывают, мы видели, как господин Рабинович задолжил вот этому вот господину сто долларов. Видели это своими глазами. Что суд обязан здесь решить? Сказать, молотовый, пожалуйста, уважаемый господин, верните Рабиновича его долг сто долларов. А мы уверены, что свидетели не врут? Не, не уверены. А почему мы тогда это делаем? Потому что закон обязывает нас принять их свидетельство и относиться к нему, как к реально существующим. Без того, что мы знаем, было это на самом деле или нет. То же самое и здесь. Когда Назм Тора говорит, что тому, кто утверждает, что он пророк и может сделать чудо, нужно к ним относиться, как к пророку, не потому, что чудо доказывает, что он пророк. Чудо ничего не доказывает, как оно ничего не доказывало у Моше. Чудо ничего не доказывает, но закон обязывает нас относиться к человеку, утверждающему, что он пророк и умеющему делать чудеса, как к пророку. Не больше того, это требование закона, но не знание реальной действительности. Поэтому, если придет пророк, здесь Рамба подходит к тому же, о чем писал Рамба, и сделает великие знамения чудеса, будет ходить по воде, кормить 5 миллионов китайцев одной рыбкой, что угодно сделает, и захочет отменить пророчество нашего учителя Моше, и скажет, вас учили, что нужно делать так, а я вам говорю, не, вы так не делайте. Отменим одну заповедь, например, то его не слушают, и можно быть уверенным, что все эти знамения, а как же он может ходить по воде, а как же он может чудеса делать, не знаю. Наверное, кладовство, или еще что-нибудь, или аптечная банка, не знаю, но это точно все. Почему? Потому что истинность пророчества Моше не основана на знамениях, так, чтобы нужно было сравнивать те или другие знамения. Нет, мы видим, если бы Моше действительно был пророком на основе чуда, нам пришлось бы сравнивать чудеса, которые Моше делает, чудеса, которые другие делают. Не надо сравнивать. Мы вообще не на основе чудес верим. Мы просто слышали своими глазами. А то, что слышали своими глазами, никто не может не доказать, что я этого не слышал. Своими ушами я слышал, извиняюсь. Нет, мы видели собственными глазами и слышали собственными ушами. То же, что слышал он. Это похоже на людей, которые засвидетельствовали человеку, видевшему нечто своими глазами, что это не так, как он видел. Понятно, что он не станет их слушать. Я сижу и смотрю, вот видеокамера. Придел, когда человек скажет, ничего подобного. Это ты не сидишь, и не видеокамера. Это все, это фото Морганы. Я им сейчас докажу. Ну, доказываю. Мне интересно. Потому что он точно знает, что это лжесвидетели. Поэтому Тора говорит, что даже если сбудется знамение того самого пророка, который будет утверждать что-то против Торы Муше, и не слушай слов этого пророка, потому что он хочет с помощью чудес и знамений отрицать то, что ты видел собственными глазами, а это нонсенс. И поскольку мы верим знамению только потому, что так заповедовал нам Муше, как же мы можем принять знамение, направленное против пророчества Муше. Более того, а как мы знаем, что он действительно пророк, а он сделал чудо, ну и что? А может он колдун, а может он… Да, но Аллаха, закон требует, чтобы мы ему поверили и считали его пророком. А откуда этот закон? А он в Торе Муше, да. Ага, в Торе Муше. А откуда мы знаем, что Тора Муше, она Тора Муше от Бога? Потому что мы слышали с военными глазами. Вопросы есть? Вопросы.